МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сразу после музыкальной композиции мы продолжим нашу передачу. Оставайтесь на нашем канале. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 -"Свое интересное, что вы можете задать по данным номерам. Ну, а мы давайте поближе познакомимся с вами. Ну, и для начала, конечно, расскажите нам, какими качествами должен обладать настоящий спасатель, то есть пожарный. Сколько лет вы уже работаете в данной сфере? Давайте, Арман, с вас начнём. В данной сфере я работаю уже 15 лет. Чисто занимаюсь пожаротушением около 11 лет. Какими качествами? Самое первое, наверное, нужно для человека, чтобы была храбрость, смелость, мужественность, коллективизм. При работе на пожарах ты должен чувствовать руку своего друга, своего коллеги. Ты должен быть уверен за него, что он тебя, если что-то с тобой случится, он должен тебя вытащить из любой ситуации. Я думаю, самое главное качество любого пожарного, ну и любого мужчины, я так думаю, что должны быть вот такие. Если коллеги могут добавить. Здравствуйте еще раз. Если рассказать про себя, работаю я в гражданской защите 16 лет. Начинал с должности пожарного. Какие-либо качества должен обладать пожарный. Это в первую очередь, я думаю, что это физическая и психологическая подготовка. Без этой подготовки сложно спасать чью-либо жизнь, ликвидировать какую-либо чрезвычайную ситуацию. До этого повторюсь, как сказал мой коллега, коллективизм, работа тушения пожаров, работа пожарного, это не индивидуальная работа, это команда, слаженная работа, постоянные тренировки в нашей профессии. Я считаю, что в нашей профессии есть одна из самых таких благородных профессий, которые занимаются спасанием чьих-либо жизней, оказанием помощи в нужную минуту. Наш личный состав у нас в народе, как привыкли говорить, что пожарный приходит на сутки, заступает на сутки, спит три дня, отдыхает. Действительно, в будни жизни пожарного, это каждая минута полностью все расписано, есть распорядок дня, это постоянные тренировки, 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 отрабатывание нормативов. Как возьмем, к примеру, азбука для ученика, также отработка нормативов, это самое основное для профессии пожарного. Потому что неподготовленному человеку это очень сложно, зайти в задымленные помещения, произвести эвакуацию, спасение пострадавших. Вот в этом плане, я думаю, что самое главное необходима физическая и психологическая подготовка. Спасибо. Дмитрий, а вы помните, здравствуйте еще раз, вы помните свою первую спасательную операцию? Да, конечно, я помню. Это, наверное, всю жизнь запоминается. Ну, это, да, единственный момент, наверное, ну, не единственный момент, но вот, как вот, хорошо запомнился, я пришел на службу, начинал вот с города Оксая, когда меня перевели, бывшая пятая пожарная часть была, поступил в районе часа-двух часов ночи вызов в магазин «Арсенал» оружейный, над которым был объект, ну, дом жилой, двухэтажное строение. Вот, к прибытию на место я обнаружил, увидел то, что пожилая женщина вырывалась из окон, падая в снег, спасаясь. То есть, вот, для меня это было очень, ну, трогательно, запомнилось это все, это мои первые, можно сказать, выезда вот эти, они, конечно, в памяти остаются. Вот, нужно было правильно среагировать в данной ситуации, правильно найти способы тушения, да, ну, в данном случае, так как внизу находился оружейный магазин, в котором находились также боеприпасы, все возможное, не допустить распространения огня на соседние строения, к месту вызова направить, также бригады скорых медицинской помощи, это, как бы, все это в совокупности нужно тоже, как бы, учитывать, ну, и на первых порах этой службы, как бы, может быть, тоже, сказать, непривычно это. Ну, все-таки, с какими сложностями вы чаще всего сталкиваетесь при своей работе? Ну, сложности, вот, сложности какие-то, вот, как вы знаете, в последнее время очень большой поток легковых, автомобилей на улицах города, не все люди, как бы, хоть мы и проводим, там, какие-то мероприятия, какие-то рейды совместно с местной полицейской службой, уступи дорогу, там, пропусти спецавтомобиль, все равно, двигаясь к месту вызова, на большом, все равно, водителям очень сложно двигаться в потоке легкового автотранспорта. Чаще всего это не пропускает дорогу, именно на перекрестках, именно при следовании к месту вызова. Многие не понимают, что при тушении пожаров у нас каждая секунда дорога. То есть, по прибытию к месту вызова у нас самым первым первоначальные действия, есть такое понятие у нас, решающее направление. Самое главное, самое первое, это спасение людей. То есть, когда поступает вызов на пульт 101, и когда бывает, то есть, люди, когда звонят и говорят, что, возможно, внутри этого горящего помещения, и в горящей квартире находятся люди, то, то есть, уже, я так думаю, у нас, у всех пожарных это заложено, мы уже автоматически, ни на что не смотря, идут и в огонь, и ни на что не смотрят. Самое главное, спасти жизнь человека, вытащить его из горящего помещения, вот это самое главное. И после этого, я вот по своему опыту скажу, знаете, такое, когда ты выносишь на руках человека, с кем-то, или, допустим, ребенка маленького, прям, знаете, такое прям ощущение, ты прям гордишься самим собой, и вообще непередаваемые такие ощущения, когда передаешь в руки, там, бригаде скорой медицинской помощи, и, то есть, после ликвидации ты понимаешь, что этот день был, прожить не зря. Прожить не зря. Да. Прожить не зря. Да. Вы тоже подобное чувство испытываете, ощущение, когда вам удается кого-то... Ну, действительно, да. ...пожить чью-то жизнь. Действительно, после спасения, после эвакуации пострадавших, вообще, сама по себе профессия пожарного, это совокупность нескольких профессий. Мы до приезда медиков оказываем первую, до врачебную помощь. Мы до прибытия газовой службы отключаем газ, отключаем электричество. Без отключения вот этих всех служб жизнеобеспечения мы не можем приступить к крушению пожара. И, да, действительно, когда ты спасешь чью-либо жизнь, и вот это простое человеческое спасибо, оно много стоит, когда, действительно, человек со слезами на глазах это говорит, и ты знаешь, что ты на данный момент спас чью-либо жизнь, оказал помощь тому, кто в этом нуждался в этот момент. Действительно, это много стоит. Спасибо. А я еще раз напоминаю, дорогие телезрители, средства нашей связи 285869. Номер прямого эфира и номер ватсапа 837-264-15. Я хочу сейчас задать вопрос от нашего телезрителя Дмитрия. Давайте я вам его адресую. Какая частая причина пожара в частных домах, и как можно избежать пожара, что для этого нужно? Как бы мы ни говорили об этом, не напоминали нашим телезрителям все время, но я думаю, что лишним не будут еще раз напомнить, предупредить. На самом деле, конечно, причин много. Зачастую это халатность, допустим, родителей, которые оставляют, допустим, без присмотра младших детей, которые могут учинить такую неприятность. С огнем, допустим, неосторожное обращение. Это частое, допустим, явление среди детей. По электричеству, допустим, также многие те же скрутки, допустим, где-то замыкания, какие-то там перенапряжения. В летний период те же кондиционеры, кто-то там неправильно подсоединил, неграмотно это все. Из-за этого все начинается как бы распространяться. Но в свою очередь хочу отметить, что нужно тоже своевременно звонить. Многие стараются, допустим, принимать меры по тушению сами, когда уже понимают, что картина зашла, допустим, настолько глубоко, что уже приходится в любом случае вызывать пожарных. От этого еще больше последствий. Вот как бы на первых порах этого всего нужно как бы сразу вызывать службу 101. Спасибо. Еще такой вопрос. А как вам удается параллельно с работой поддерживать свою физическую форму? Это ведь тоже очень важно, наверное, при вашей профессии, Арма? Или все-таки времени не хватает? Нет, мы, допустим, сами, когда находимся на дежурстве, я вообще вот скажу, у нас по гарнизону, то есть по Западно-Казахстанской области, есть два раза в неделю мы занимаемся, у нас есть бывает занятие по физической подготовке, то есть не только там такие, но у нас есть и свои пожарные нормативы, это и подъем на четвертый этаж, и подъем по трехколенной лестнице, ну, вот такие. Сами, да, стараемся. Для чего физическую форму постоянно поддерживать нужно? Я вам скажу, вот пожарная амуниция, пожарное обмундирование полностью, вся экипировка вместе с дыхательным аппаратом, вместе с ломами, с шансовым инструментом, весит около 50 килограмм. Соответственно, без физической подготовленности такое амунирование, наверное, далеко не унесешь, и бывает так, что при тушении пожаров в квартиру благоустроенных, мы полностью обестачиваем дом, и все это, помимо этого, и пожарное оборудование, все это приходится носить на себе, и все это приходится наносить пешком. Такие вот занятия по физической подготовке в подразделении проводятся, когда дежурный корол заступает, оно ежедневно, отработки нормативов по пожарно-спасательной подготовке проводится ежедневно. У нас в каждом подразделении есть, у кого-то есть нормально, хорошо оснащенные спортивные залы, в распорядке дня у нас есть отдельное время указано, вечернее время, когда нужно заниматься физической подготовкой. Наверное, тут это так. Спасибо. Скажите, пожалуйста, где же все-таки можно обучиться данной профессии? Какие вы дадите советы и рекомендации? Кому бы вы посоветовали данную профессию? Сейчас вы ответите обязательно на этот вопрос, давайте примем телефонный звонок на линии. Алло, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Добрый день. Я хочу поприветствовать участников передачи и задать такой вопрос. Какой контроль осуществляют пожарные службы за состоянием крыш наших высоток? Я знаю, что эта миссия возложена на КСК, но пожарные должны же все-таки контролировать все это. Спасибо за ответ. Всего доброго. И вам спасибо за вопрос. Что вы можете ответить на вопрос нашей телезрительницы? Ну, именно по линии противопожарной службы контроль мы за состоянием крыш не ведем. Для этого есть специальная отведенная служба, есть также, как сам сказал зритель, есть КСК. Но хочу повторить, что действительно вот эта захламленность чердаков, захламленность крыш усложняет ситуацию при тушении пожара. Ну, основная наша работа – это тушение пожара. Мы за этим не следим. Спасибо. Ну и по поводу предыдущего вопроса о профессии пожарного. Насчет профессии пожарного в Казахстане есть единственный вуз, который выпускает пожарных. Это Куршиталский технический институт, который ведет набор после 11 класса, производится набор после сдачи всех порогового тестирования, после сдачи физической подготовки, после прохождения медицинского освидетельствования, осмотра. Ежегодно этот вуз выпускает молодых курсантов, уже приходят на службу офицерами, лейтенантами, учатся они там 4 года. Само учение бесплатное за счет государства. Обучаются и живут в казарме, самослужбе в казарменном положении. Полностью обеспечение за счет государства. Форма андеоабонирования, питания, проживания. Хотелось бы добавить, мы являемся выпускниками Качеталского технического института Арман Калегумов, он тоже закончил этот вуз на позавочной форме обучения. Четыре года в казарме обучались. Первый курс это полностью обычная программа вузовская, второй, третий, четвертый это уже чисто по спецпредметам. Пожарная тактика, пожарная техника и так далее. После окончания в звании лейтенант мы прибыли на место постоянного проживания, на место дислокации. И здесь уже начали свою работу в должности начальника в корову в подразделениях. Что положительно, допустим, сказывается, до окончания вуза нас уже распределяют на должности. То есть мы, прибывая сюда, уже не беспокоимся, где бы нам найти место, где работать. То есть уже конкретно можем уже приступить к своей должности. Спасибо. Следующий вопрос от нашего телезрителя. В каком состоянии находится техническое положение пожарных машин? Как часто меняется техника? И чем отличается обмундирование современно от прошлых лет? Какую температуру выдерживает ваши костюмы, ваша одежда? Ну, сейчас, в данное время, очень правительством, акиматами на местном уровне выделяются средства, уделяется очень большое внимание на выделение денежных, финансовых средств для обеспечения пожарной техникой и оборудования подразделения. Да, есть у нас машины старые, но в основном сейчас, по крайней мере, областной центр и ближайшие районы полностью укомплектованы современными пожарными автомобилями, укомплектованы сейчас вот к нам объединили нас с оперативно-спасательным отрядом, который находится также в городе Уральск, и для них тоже выделяются средства. У них есть специальные автомобили, которые по снегу, по болоту могут проезжать. То есть ежегодно в каждый гарнизон, в каждой области порядка 10 машин за счет республиканского местного бюджета новые автомобили поставляются в каждую область Казахстана в среднем. На данный момент основная техническая база и оснащение пожаротехническим оборудованием, пожаротехническим вооружением, она оснащена последними видами техники, последним видом оборудования. Я помню еще те моменты, когда в начале 2000-х приходилось тушить простыми ломами, топорами, разбирать конструкцию. На данный момент есть специальные оборудования, автоматические оборудования, такие как болгарки, бензорезы, которые действительно помогают при тушении, ликвидации пожара. И основная база на данный момент все новое, оснащенное. Спасибо. Вот такое пожелание. Ваш адрес от нашего телезрителя Нуржана, огнеборцевы, настоящие бойцы сегодняшнего дня. Желаю, чтобы в вашей жизни было как можно меньше чрезвычайных ситуаций. Спасибо. Следующий такой вопрос от нашего телезрителя. А как вам? Добрый день. Вопрос к гостям. Ваша работа предполагает стресс. Как после работы вы снимаете стресс, расслабляетесь? Ну, в каждом подразделении и в аппарате управления имеется комната психологической разгрузки, комната релаксации. То есть не только после дежурства, но и после таких больших крупных пожаров. Бывают пожары и с гибелью людей. Личный состав, то есть у нас есть свои штатные психологи. Они стараются на такие крупные резонансные, точнее не стараются, они выезжают на все резонансные пожары, где происходит эвакуация, где имеются пострадавшие, где имеются погибшие. Ну, и там же на месте они с личным составом могут провести какую-то, ну, я так не силен в психологии, но какую-то беседу. Насколько мне известно, с вами работают еще психологи. Да, психологи работают, да, проводят тренинги психологические. Но каждый выезд, каждое само по себе заступление на боевое дежурство, это вот с точки зрения психологов, это уже психологический тресс. Это постоянные тренировки, это постоянное ожидание выезда по поступлению сигнала прибытия на выезд, принятия решающего направления, произвести разведку пожара. С момента поступления сигнала о каком-либо чрезвычайном ситуации, возьмем, к примеру, пожар, до его полной ликвидации проводится разведка пожара. Это полный сбор сведений и информация о пожаре. Потому что в любой момент, любая ситуация в любой момент может поменяться, может приобрести другой характер. Поэтому проводится постоянно сбор сведений о пожаре для принятия решающего направления и в первую очередь для эвакуации и спасения пострадавших. Спасибо вам за исчерпывающий ответ. Сейчас мы прервемся буквально на несколько минут на музыкальную композицию, а далее мы продолжим нашу передачу. Дорогие друзья, не переключайтесь, оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, не переключайтесь. 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 Субтитры предоставил DimaTorzok И номер ватсапа 83726415 Вот такие теплые пожелания сейчас присылают наши телезрители в адрес пожарных Молодцы ребята, я рада видеть вас сейчас по телеканалу Акжаик И очень горд за вас с наилучшими пожеланиями Мусин, Акжаикский район, поселок Караул-Тубе Есть еще у нас телефонный звонок Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире Здравствуйте Здравствуйте, Лаурочка Добрый день Шатикова Завра Шахметовна Очень рада слышит вас Я ваши передачи очень люблю, они разносторонние, интересные Приветствую гостей сегодняшней передачи Это люди, конечно, особые С высоким чувством долга Работа у них, я бы сказала, опасная, тяжелая Но это люди посвятили себя этой профессии Значит, они должны соответствовать таким качествам Вот мы живем в городе, особенно в многоэтажных домах Вопрос Какие бы вы посоветовали меры сохранения себя, жизни, да? Дверь закрыта, выйти не могут И до приезда пожарников Что нужно предпринять человек, который находится в квартире, где возник пожар? Подскажите, пожалуйста, потому что мы теряемся порой, не дай бог, конечно, никому Но если такое возникнет, как себя уберечь или сохранить от дыма, от огня? Какие-то... В первую очередь, какие меры нужно принять? Да, да, вот это Спасибо большое Спасибо вам Очень такой важный Очень хороший, конечно, вопрос Зачастую с этим сталкиваемся Допустим, многие люди, находясь дома, даже элементарно не хотят выходить на улицу Зная, допустим, что такая идет паника в подъезде Элементарно хотя бы силами этих же жильцов Оббегать там до приезда наших, допустим, подразделений Оббегать те же, допустим, подъезды, квартиры В котором произошел, допустим, очаг возгорания О том, чтобы предупредить население Что случилась, допустим, беда Чтобы люди могли побыстрее эвакуироваться Потому что к моменту нашего прибытия Это очень все, так сказать, накаливается Обстановка Нам, конечно, в первую очередь нужно Организовать эвакуационные мероприятия На спасение людей, жизни людей Но зачастую сталкиваемся с тем, что многие жильцы Даже те же не хотят, допустим, выходить из квартир своих Те, конечно, которые заблокированы люди дымом Которые не могут Наверное, находиться им нужно у окон, допустим В любом случае спасатели наши прибудут В дыхательных аппаратах Произведем эвакуацию Такого характера Да, хотелось бы добавить Желательно находиться в том помещении Вот если, допустим, дым идет со стороны входной двери Подальше от этого помещения Создать в квартире какой-то сквозняк Чтобы дым, то есть в квартире не осаждался Ну и обычный дедовский способ Намочить полотенце, приложить его к носу И находиться в хорошо проветриваемом помещении То есть, это, наверное, в многоэтажных домах Это, скорее всего, балкон Находиться там И по приезду пожарных подразделений И вот люди, которые проходят, видят Там какие-то, то есть дать о себе знать Чтобы мы, допустим, знали, что там, да, находится И что в первую очередь у нас есть автолестница Есть автоподъемники Обязательно мы оттуда произведем спасение человека Чтобы не находились где-то внутри квартиры Потому что мы по-любому будем отбегать Обстукивать все квартиры Никогда точно не узнаешь точное количество людей Которые находятся в подъезде, допустим Мы рекомендуем поступать вот такие вот Делать такие вещи А за сколько вообще времени вы добираетесь До назначенного пункта При поступлении звонка на 101? Вот на этот хороший вопрос Еще раз повторюсь В нашей службе есть такой норматив на выезд В течение 60 секунд Личный состав после поступления сигнала О пожаре Должен полностью одеть боевую одежду Сесть в автомобиль и выехать с подразделения Прибытие к месту вызова Это зависит от расстояния Это зависит от загруженности дорог Вот основная причина Когда это мой коллега сказал Это то, что население Не пропускает спецавтомобили Основная причина в этом Вот возьмем к примеру Даже если человек торопится Время идет на минуты Когда мы торопимся Время идет на секунды При том, что Наша основная такая Гражданская позиция У людей какова При возникновении какого-либо пожара Начинает тушить самостоятельно А когда уже действительно Огонь получает распространение Начинает звонить на пульт 101 И сообщать о происходящем В пользу случаем Хотел бы попросить Горожан Население Если произошло Какого-либо чрезвычайной ситуации Если произошло Какое-либо возгорание Пожар Сразу же Непременно Незамедлительно Сообщать Противопожарную службу Потому что После распространения В первую очередь По прибытию Первого подразделения На пожар После проведения Разведки Основное направление Идет на эвакуацию Пострадавших И спасение людей И за это время Действительно Огонь Распространяется Площадь увеличивается И работа В дальнейшем По тушению Усложняется Спасибо Кроме загруженности Добавлю Кроме загруженности Допустим Дорог Очень такая Большая проблема У нас в городе Это заставлены дворы Подъездные пути Заблокированы Элементарно Это какие-то Бетонные ограждения Плиты Искусственные преграды Это тоже Очень влияет Допустим На прибытие К месту Это все время Увеличивает Поэтому С этим тоже борются И рейды проводятся Но тем не менее Люди Производим Вновь Выставляют Вот эти ограждения Вот во время Проведения рейдовых мероприятий По сносу Вот этих Искусственных Заграждений Во дворах Особенно во дворах Что характерно После этого Население Обратно же Выставляет Все вот эти Загромождающие Плиты Баллоны Вкапывают Трубы А действительно Когда Приезжает пожарный расчет Подъездные пути Все усложнены Действительно Добраться До места происшествия Очень сложно Очень тяжело Техника Группно-габаритная Заставлены Все машины Во дворах Все ставят Сами знаете Места мало Это тоже Проблема А вы можете вспомнить Вот какие-нибудь Может быть Случаи из вашей Практики Которые больше всего Произвели на вас Наиболее Такое Сильное впечатление И запали в душу Ну если Вспомнить Какой-либо Случай Все пожары Не запомнишь Но не буду Называть адреса Не буду Называть место происхождения Был вызов Поступил вызов На пульт 101 О О том Что горит Пятиэтажном доме На третьем этаже Горит квартира По прибытию К месту вызова Было Установлено Что открытым пламенем Горит квартира Двухкомнатная По-моему И на балконе И женщина Хозяйка квартиры Которая нуждается В помощи Квартира Сильное задымление В квартире Подошло сильное задымление Также в подъезде Сильное задымление По проведению Разведки По принятию Решающего направления Была Принята задача В первую очередь Установить Трухкалину Автолестницу Произвести эвакуацию Пострадавшей И вместе с этим Автоматически Производится Эвакуация Всего подъезда Вот как раз Коллега Дмитрий Вместе были мы Квартира горела На третьем этаже По Обходу Остальных квартир На пятом этаже Было обнаружено Что в квартире Сидит женщина И рядом с ней Шестеро детей Все дети Погодки Все маленькие дети Действительно Когда Пожар Когда Средизвестная ситуация Действительно Уже ни о чем Не задумываешься А когда слышу Там дети Это уже все Все силы и средства Бросаются на это Полностью Подручными Средствами Сняли мы Боевую одежду То что В квартире были Плеты Одеяло Замотали мы Этих детей И по очереди Начали Эвакуировать На свежий воздух До этого Как коллега сказал Полностью Обмундирование Это 50 килограмм Боевая одежда Дыхательный аппарат Шансовый инструмент Средства Тушения Пожара И представьте Вот Сделать Пять Забегов На пятый этаж С каждым ребенком По отдельности В задымленном Помещении Вот Для этого Как я до этого Повторюсь Нужна физическая подготовка Ну вот По поводу Физической подготовки Давайте еще вернемся К предыдущему Вопросу Мы знаем Насколько Часто Проходят у вас Соревнования Различного рода Это и республиканские И международные Соревнования Где вы принимаете Активное участие Можете тоже сейчас Поделиться Своими успехами Достижениями Как вообще Вступает Наша Западно-казахстанская Область Команда Вашей Западно-казахстанской Области Ведь есть Высокие показатели Все-таки Насколько Неизвестно Я не знаю Многие телезрители Знают Не знают Вот у нас У пожарных Есть свой Профессиональный Спорт Пожарно-спасательный Спорт В который Входит Несколько видов Он проводится И летом И зимой Есть Международные Соревнования Наша Команда Вот по Западно-казахстанской Области На протяжении Несколько Лет Они всегда В тройке Лучших По Казахстану Несколько Сотрудников Именно Из Сборной Команды ЗКО Они И Занимаются И в сборной Команде В сборной В сборной Команде Казахстана И в мире Тоже Казахстан Именно В этом Виде Спорта Его Тоже Знает Он Тоже Показывает Хорошие Показатели Вот Тут Это Хотел Но вы Сами Не принимали Участие В соревнованиях Мы Принимаем Участие Между Подразделениями Вот Так Вот Занимаемся Ежегодно У нас Проходят Тоже Соревнования Это Обычно В летний Период Да У нас Соревнования По разным видам спорта Не только Пожарно-спасатели И мы В хоккей С мячом Играем И в футбол Играем И Есть борьба У нас И шашки И шахматы Почти 12 видов 12 видов Соревнований На Корт Растягивается Спасибо Вот такой вопрос От нашего тележрителя А было ли Такое Что вы спасли Жизнь людей Если Да То Поддерживаете ли Общение С этими Людьми Ну Вы до этого Говорили Конечно Что Были такие У вас Безусловно Да Такие Случаи Часто Происходят Ну Вот Поддерживаете ли Вы связь Общаетесь Как такового Общения Конечно Не поддерживаем Но Я повторюсь Очень приятно Но эти люди Остаются благодарными Это очень приятно Для нас Допустим Слово Спасибо От них Это для нас Допустим Это Ну Это очень приятно Слышать От людей Благодарности Слова Благодарности Вот А так Как такового Вообще Это Наши Может Какие-то Единичные Случаи Были Но В моей Практике Допустим Такого Не было Это Это наша Работа Да Занимаемся Спасением Спасением Людей Спасаем Чье-то Имущество Как такового Со спасенными Но Если Мы Допустим Спасаем Человека С места Пожара И его Забирает Бригада Скорой Медицинской Помощи До того Как Его не Выпишут С больницы Мы Конечно Все это Держим Ну Себя На контроле У нас Вот такие Вот Можно так сказать Ну Как такового Общения После Спасения В моей Практике Нет Но Действительно Могу Сказать Что Есть такая Профессия Родину Защищать Есть такая Профессия Защищать Свою Родину От Пожаров Это Наш Долг Это То Что Нас Чему Нас Учили Это То Что Мы Умеем Делать Еще Такой Вопрос От нашей Телезрительницы Майры А если Представительницы Прекрасного Пола В вашем Коллективе Насколько Они сильны Духом Я тоже Мечтаю Пойти Поработать Именно В эту Сферу Ну Представим Женщины У нас Есть Но Непосредственно В тушении Пожаров Они Не принимают Участие Здесь уже Нужны Действительно Мужские Руки Хватка Да Я тоже Как Мужчины Они Как бы Более Стрессоустойчивые Женщины Да У нас Работают В основном Работают У них Другие Да Да Есть В пожарных Частях На должности Ради Телефонистов Ну И Соответственно Аппарат управления У нас Там Женщины Работают Спасибо У нас Остается Три минуты До окончания Эфира И хочется Заключение По традициям Услышать Ваши пожелания Еще раз Наверное Советы Рекомендации Всем нашим Телезрителям Чтобы они Оставались Всегда Пятительными Нашим Телезрителям Хочу сказать Самое главное Во-первых Большое спасибо За заданные вопросы В качестве совета Хотел бы посоветовать Соблюдать Элементарные Правила Пожарной Безопасности Зачастую Причины пожара Происходят Из-за чего Из-за того Что Гражданское Население Не соблюдает Элементарные Правила Пожарной Безопасности Это Эксплуатация Каких-либо Там Самодельных Электрических Приборов Отопительных Печей Халатные Отношения И в первую очередь Халатные Отношения К своему Имуществу И к своей жизни И жизни Своих Близких Спасибо Также допустим Во время отдыха В летний период На природе Многие за собой Оставляют Непотушенные Костры Элементарно Тот же даже Выкинутый Бычок В сухую траву Все это Приводит К негативным Последствиям Просьба конечно Хотелось бы Чтобы все Это Понимали И относились Серьезностью Ну и Арман Соключения Ну я скажу Так Советую Всем Наверное Все уже Сказали Свои пожелания А я наверное Скажу так Я посоветую Всем родителям Чтобы они Больше внимания Уделяли Своим детям Чтобы обучали Их Ну простым Правилам Пожарной безопасности Чтобы не трогали Спички Чтобы не играли С розетками Потому что Многие пожары Тоже возникают Из-за Шалости Детей И последствия Бывают очень Большие Крупные А я Благодарю вас За участие В нашей Передаче Хочется вам Пожелать Спокойства Ваших Непростых Рабочих Будних Крепкого Здоровья Ну и Конечно же Надежных Товарищей Готовых Всегда Прийти На помощь Ну и Поменьше Чрезвычайных Ситуаций Спасибо Что ж Дорогие телезрители А на этом Я с вами Прощаюсь Берегите себя И своих Близких Будьте здоровы И счастливы До свидания До встречи Продолжение следует